Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дмитрий Проскура, здравствуйте вам. И генеральный директор ПАО «Башинформсвязь» Марат Долгооршиных, здравствуйте вам. Зрителям напомню, что программу «Взгляд» можно не только смотреть на нашем телеканале, телеканале РБК УФА, слушайте нас на радиостанции наших партнеров «Бизнес» ФМФА 107,5 ФМ. Дмитрий Викторович, давайте начнем с цифровой трансформации экономики России. Как преуспел в этом Башкортостан, насколько мы находимся в лидирующей позиции, если это можно назвать лидирующей? Я бы, наверное, начал с того, что пока четких метрик, которые бы однозначно определяли впереди регион или сзади, еще нету, потому что только первая фаза проекта начинается. То есть идут определенные формулировки, что должно быть включено, каким образом двигаться. Но если говорить на основе некого такого агрегатного анализа, Башкортостан находится в середине, ближе к лидирующей группе. Что такое цифровизация? Что закладывается в это понятие? Потому что мы привыкли говорить, да, импортозамещение, цифровизация, но не все до конца понимают, что это такое. Все очень просто. Цифровая экономика – это экономика на основе данных. То есть нужно знать свой бизнес, нужно собирать с него все очень понятные цифры и принимать решения на основе этих цифр. Сюда входит инфраструктура оптических линий, сюда входит инфраструктура центров обработки данных, сюда входит инфраструктура интернета вещей, тогда, когда вы, например, управляете производством, исходя из точного анализа, который вам дают датчики, установленные на вашем оборудовании. Чтобы, например, зрителям было интереснее и понятнее, приведу простой пример. Если вы каждый день будете знать, сколько вы потребляете у себя в квартире электричества, воды и тепла, то через какой-то промежуток времени вы начнете экономить. А еще через какой-то промежуток времени экономить начнут все. Но мы ведь и сейчас знаем, есть же счетчики. А дальше феноменальный вывод. Вот если будут все знать каждый день, каждый день будут экономить, в среднем снизится потребление, и для строительства здания нужны будут трубы другого сечения. Нужна будет электрическая мощность меньшего объема. Это значит, здание в среднем будет дешевле. То есть сейчас, когда мы просто сдаем показатели, то мы как бы для себя отчитываемся. Мы не управляем, не регулируем. То же самое, когда вы, например, имеете у себя производственную линию, и вы четко знаете, где по предсказаниям данных, а это аналитика, это математика, у вас станок может выйти из строя, вы будете платить не за ремонт, а за профилактику. Понимаете? Марат Галиньевич, мне кажется, вот такая схема, которую Дмитрий Викторович обрисовал, она немножко невыгодна, наверное, как для наших застройщиков, так и в целом для властей. Если все начнут экономить, так ведь это будет и поступать меньше в бюджет. Почему не выгодно? Наоборот, я считаю, выгодно, потому что и застройщики, и власть, и производственные предприятия, они тоже имеют определенные затраты, тоже имеют определенные факторы прибыли своей, соответственно, экономия своей затраты, они увеличивают свою прибыль. Это первое. И второе, тем самым они формируют конкурентный продукт, который может больше стоить, либо лучше продаваться, например. Умная квартира, она при той же стоимости строительства, как обычная квартира, будет продаваться лучше. Все средства и методы экономии тепла, электроэнергии, воды, газа в квартире, потенциальный покупатель быстрее купит такую квартиру, чем обычная квартира без этих умных систем. У нас сегодня в Бошкортостане сколько таких установленных умных систем и о чем конкретно идет речь? Для меня сейчас есть водяной счетчик, электросчетчик и так далее. Что это? Это единая система? Умный дом так называемый? Так называемый умный дом, но кроме этих счетчиков в наших проектах присутствуют умные шлагбаумы, которые открывают доступ во дворы только тем автомобилям, которые проживают в этом доме. Это умные домофоны, которые фиксируют все входящих, все выходящих людей. И звонок идет не на трубку домофона, а на ваш смартфон. Это системы обработки данных и хранения по всем людям, которые проживают в этом доме. В том числе по аналитике, по счетам, которые оплачивают эти жители. Это уже готовые решения, которые мы на двух больших комплексах уже отрабатываем. В Бошкортостане как развито это? В двух больших комплексах мы уже ставим эту систему, которая будет работать. — Планы на 2019 год? — Порядка 500 умных домофонов установка. У нас развернуты две станции «Полор-Аван» для сбора данных по счетчикам. Соответственно, все это мы запускаем в 2019 году. — Если говорить о стоимости, насколько выгодно сейчас обратиться, например, к вам, даже установить этот умный дом, когда это все окупится? — Для понимания стоимость умного домофона, она абсолютно такая же. Чуть-чуть, может быть, на несколько рублей дороже, чем стоимость обслуживания обычного домофона. Соответственно, люди за ту же цену получают больше услуг и больше цифровых услуг от этих устройств. — Роль Ростелекома в этом какая сегодня? И вам, наверное, с федерального уровня виднее, Башкортостан, если сравнить с другими регионами Приволжского федерального округа, вот два дома плюс 500 домофонов, вы сказали, в следующем году. Другие регионы как развиваются тоже? Именно интересна градация. — Давайте начнем с роли Ростелекома. — Ростелеком в программе «Цифровая экономика» имеет для себя важную, на мой взгляд, миссию инфраструктурного партнера. То есть мы даем не только линии, к чему все привыкли, не только центры обработки данных, что тоже уже является нашей функцией. Мы еще занимаемся тем, что мы даем инфраструктуру цифровых платформ. То есть фактически мы для себя держим базовые программные вещи по идентификации пользователей, по системе управления знаниями, по системе идентификации пользователей в медицинской образовательной системе. То, что сказал, например, Марат, история про сбор показаний со счетчиков. Все эти вещи, когда они делаются распределенным образом, они позволяют экономить ресурсы тех, кто ими пользуется, и тех, кто их строит. По поводу того, кто может быть дальше или кто может быть ближе. Сейчас по округу в целом идет картинка начальной фазы. То есть, например, в целом Ростелеком за 2018 год сделал умными домами чуть больше 300 домов по Поволжье. Соответственно, мы для себя видим то, что мы как минимум на порядок можем это увеличить в следующем году. И это идет практически равномерно, но в большей степени спрос в городах-миллионниках. В большей степени спрос там, где люди для себя понимают, что используя умную квартиру, умный дом, они могут получить дополнительное качество жизни и не только сэкономить, но и быть более защищенными, более уверенными в том, что жилье – это их крепость. Да, Дмитрий Викторович, 25 сентября Ростелеком представил новый бренд. Вот сейчас нам режиссеры, надеюсь, его покажут. Это только смена бренда, либо это полностью меняется вся политика Ростелекома? Вместе с этим изменениями. Давайте немножко начнем не с этого. Вместе со сменой вот этого визуального знака на название Ростелекома ушла фраза «Акционерное общество междугородной и международной связи». То есть на самом деле произошел сущностный поворот во всей символике, показывающий то, что ранее ассоциируя нас с голосом, с передачей голоса, то есть собственно с телефонными разговорами, сейчас мы являемся цифровым партнером для населения, для бизнеса и для государства. То есть сейчас название звучит «Публичное акционерное общество Ростелекома». Ключевые компоненты бренда – это то, что мы занимаемся базовыми вещами в цифровую эпоху. Мы даем людям возможность быть все время на связи для любого вида информации. Мы даем достаточно большой объем пакетов, то есть когда идет видео, голос, данные, мобильная связь. И соответственно на этой базе мы даем возможность всем нашим гражданам двигаться вперед. Да, Марат Ганилович, в процессе цифровизации насколько удается обходиться нашими местными производителями, в том числе и роутеры, грубо говоря, маршрутизаторы, удалось здесь полностью импортозаместиться? Либо мы все-таки в процессе цифровизации российской экономики по-прежнему обращаемся к западным производителям такой техники? «Скорее на текущий момент обращаемся больше к восточным производителям такой техники, но и доля устройств, которые изготовлены в Российской Федерации, постоянно растет. Безусловно, там это и заводы, которые есть, в том числе и в Уфе несколько заводов, которые выпускают телекоменационное оборудование. В восточной части нашей Родины есть заводы, которые выпускают специализированное оборудование. То есть импортозамещение, оно идет». Хотя бы ориентировочные цифры можно услышать? Вот сколько импортного оборудования и сколько нашего российского? Ну, я бы там поставил 50 на 50. 50 на 50. А раньше, до вот этого тренда на импортозамещение, как было? Ну, я думаю, что там было где-то на уровне 80 на 20. То есть 80% шло, безусловно, оборудование, которое, значит, шло с запада. Вот сейчас идет такое, скажем, небольшое, если его можно назвать, давление от властей, чтобы переходить на все отечественное, либо вас вот это не касается. Такое принудительное, так скажем, импортозамещение? Принудительное нет, но по соотношению цены и качества наше оборудование ничуть не хуже, чем импортное оборудование. Соответственно, экономика играет свою хорошую роль. Вот Дмитрий Викторович сказал, что поменяли логотип, да, поменялась политика. Это не только компания, которая звонит. Да, вот у меня башенформсвязь, вот когда я вас представлял, ей в голове что-то такое из детства, да, внешняя башенформсвязь, опять же, вот это телефон, да, вот эти радиоточки и так далее. Для вас как сейчас поменялась политика? Мы на текущий момент уже больше 60% услуг оказываем не аналоговые услуги, так называемые, это телефония, это радио, это международные переговоры, это уже цифровые услуги, это новые услуги, которые имеют совершенно другой уровень. И даже то телевидение, о котором все привыкли, это кабельное телевидение, цифровое телевидение, мы сейчас в основном идем продажей по IPTV. Это новые качества телевидения, интерактивное телевидение, которое позволяет пользователю не только смотреть какие-то определенные каналы, но и управлять этими каналами. Делать запись, переключаться с одной программы на другую программу, смотреть в удобное для себя время, записывать, общаться с людьми, смотреть погоду, общаться в соцсетях, то есть это телевидение нового поколения. И эти услуги в пакете, в нашем пакете, занимают все больше и большую долю. Если говорить о бизнес-услугах, в том числе для малого бизнеса, для крупных предприятий, с чем к вам чаще всего приходят? Вы знаете, сейчас наблюдается очень интересный тренд, когда предприятия, особенно те, кто сумел в непростые годы выжить и дальше развиваться, они научились быть очень рациональными и считать свои деньги. То есть уже никто не хочет покупать себе новые сервера, новые серверные комнаты, говорить о том, что давайте мы для себя сами сделаем учрежденческую телефонию. Все это по сервисной модели перекрадывается на тех партнеров, на тех операторов, у которых это является основным бизнесом. Мы говорим о услугах виртуальной ЦОД, виртуальной АТС. Представьте, у вас есть офис, в котором, например, сотни человек обрабатывают какие-то звонки. У вас там нет оборудования. То есть все оборудование вынесено, находится в облачной платформе, а вы получаете качественный сервис. Захотелось вам до 150 расширить, по большому счету вы просто себе заказываете больший объем сервиса. То есть вот сейчас мы наблюдаем этап, когда бизнес все больше и больше верит и требует того, чтобы эти услуги были как можно ближе, как можно доступнее. Я думаю, что в ближайшие два года мы с этим столкнемся очень-очень явно. Готова компания к такому наплыву? Конечно. Что с вашей информсвязью в этом плане? Мы на самом деле, если продолжать разговоры про виртуальные АТС, про виртуальные ЦОДы, про виртуальные услуги, про сервисные модели, мы на текущий момент полностью обслуживаем службу 112. Это вызовы... Службы спасения города Уфы? Не города Уфы, по всей республике. Телефон экстренных служб полностью обслуживается по сервисной модели. То есть ни республика, ни федеральные органы не вкладывали свои инвестиции, а полностью передали всю эту услугу на нас, и мы оказываем услугу для республики по функционированию всей этой системы. Кто еще в вашем портфеле из крупных заказчиков? О них можно говорить? Все практически государственные органы, безусловно, наших заказчиков. Большинство бизнес-структур в наших заказчиках, ну и население, безусловно. В завершении программы буквально минуты у нас остается. Планы на ближайший год и трехлетку? Знаете, мы хотим сделать так, чтобы те километры, десятки, сотни, тысячи оптики, которые мы построили, были загружены сервисами, которые будут полезны населению, бизнесу и государству. Мы хотим реализовать много крупных проектов. Мы их умеем делать. Уверен, что в течение трех лет мы выйдем на совершенно иное понимание, и бизнес будет нам доверять еще больше. И ваше слово, крайнее слово в этой программе. Абсолютно согласен. И со своей стороны мы приложим максимальное количество усилий, чтобы цифровая экономика, цифровые услуги были не в среднем по стране, а лучшие по стране. Мне остается пожелать вам только удачи в вашей работе. Зрителям, напомню, сегодня мы обсуждали цифровую трансформацию экономики. В гостях были вице-президент, директор макрорегионального филиала «Волга» «Пау-Ростелеком» Дмитрий Проскура и генеральный директор «Пау-Башинфорумсвязь» Марат Долгорашинных. Спасибо за веселье. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому